И так, у нас значит есть остров Игрии, люди сюда зачем-то приезжали. На этом острове есть все удобства для его проживания. Проживание на этом острове, все удобства для проживания на этом, а не проживания этого, прожигания этого. Может быть здесь какие-то эксперименты происходят, а не происходят, потому что мы помним, что в первой части эксперименты были. Мы сейчас направимся на ту точку по сюжету, которую нам предоставил первый бункер, в котором мы побывали, чтобы понять, куда пошлет нас тот бункер. Или может быть это уже будет конец, я не знаю. Вот с этой дверью явно что-то произошло, и попробуем восстановить эту дверь. Возможно, дверь не требует восстановления. Ох, смотри, сама восстановилась. Все мы починили, забор у нас кривой, да, здесь у нас были мутанты. У нас куда-то исчезает периодически, когда мы чиним GPS, это тоже нормально. Смотри, он сворачивается, он как окно в знаменитой операционной системе. Смотри, раз вниз, обратно появился. Отличный, отличный глюк, смотрите. Мы, кажется, нашли маленький бак. Хотя здесь их очень много, но этот прям интересный, прям очень интересный. Если тебе надоел GPS, все, можем его карман напрятать. Я не знаю, куда он в этот момент втягивается или всасывается, и вообще что с ним происходит, но происходит это очень интересно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас все вроде бы нормально. Вот тут вот, возможно, возможно, здесь какие-то... Во, смотри. Возможно, вот здесь вот какие-то были... Вот здесь вот какие-то были действия вандалистического характера, вандалистического характера. В общем, что-то здесь произошло. Что-то здесь произошло. Теперь надо вот это вот все обратно поставить, обратно вот так вот пристучать, и все встанет на свои места. Все, мы пристучали, все встало, мы пошли. Мы тоже встали рано, чтобы пойти далеко, потому что нам действительно идти далеко до следующей точки, чтобы посмотреть, что там у нас находится. И мы обязательно посмотрим, потому что либо по-другому игра не проходится. Если хочешь знать, что дальше, чем закончится, нужно идти дальше. Вот мы, собственно, сейчас и пойдем дальше. Я понимаю, что вы уже устали, вы уже готовы, что вы уже сами готовы пойти, но... Но вот, понимаете, такие путешествия, они сразу... Ведь надо еще присесть на дорожку, понимаешь? Если не присадишь на дорожку, приключение не получится, поэтому мы сейчас посидим еще на дорожку. Все, мы посидели на дорожку, и теперь можно собираться идти дальше. Вот вы ждали, когда мы, наконец-таки, пойдем дальше. И вы дождались, этот, наконец, пойдем дальше наступил. Мы двинулись, мы двинулись, в смысле, ногами выдвинулись через лес на поиски приключений. Если быть прям позитивно точным, то мы отправились к новому бункеру, который нам дал компьютер, местоположение на карте, точнее на GPS. У нас здесь какие-то есть местные, но почему-то я его ударил, а он не ударился. Это... Это как вообще? Почему с ним вот это вот все... Они как-то уклонистами стали какими-то прям совершенными, смотри. В общем, да, здесь происходят очень странные вещи. И чем мы дальше погружаемся в этот мир, тем страннее эти вещи с нами происходят. Здесь все. Это все, что было на нашем пути. И теперь мы идем дальше. Потому что нам нужно дойти до точки. Мы идем до точки. До точки мы идем. Ногами раз-два. До точки мы идем. Я попытался какую-то веселую волю песню спеть, но ничего на ум не приходит. Вот пришлось, как говорится, на ходу что-то сочинять. Ничего здравого, конечно, из этого не получилось. Но стоило попробовать. Ведь когда пробуешь, тогда что-то и получается. Ведь именно так это происходит. Ничего смешного не вижу. Тут плакать надо. Текст не рождается. Мы, 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 мы что? Мы это мы. Они это они. Вот. Мы пришли опять к лагерю какому-то. Я предлагаю вообще нахер обойти этот лагерь. Он нам ведь не нужен абсолютно. Нам нужно дальше двигаться. Потому что мы только так вот этот лишний раз будем отвлекаться на эти лагеря. Смотри. Тут опять эти... Уже... Смотри. Они уже с венками. Мы в прошлый раз проходили. Они были без венков. Теперь они с венками. С венками. Годовщина смерти. Праздник у них был. Венки пасущие праздника. Праздник смерти. Ужас. Ужас. Какие вещи. Ладно. Вот это да. Перебивает потихоньку твич версию ютуба. Где нельзя по черному шутить. Я не знаю. Черный вообще слово можно говорить. Я уже боюсь цветов. Я уже боюсь цветов. Просто говорить черный карандаш. Я боюсь по черному карандашу шутить. Ну вот. Или... А вообще черный карандаш ведь тоже как-то по-российски звучит. Может быть надо говорить... Я боюсь шутить. Блядь. И все. Я даже не знаю как дальше правильно сказать. Ладно. А тем временем. Вот здесь вот где-то точка. Где-то точка. Где-то... Где-то прям вот здесь вот. Где-то вот прям... Прям вот тут вот уже точечка. Так. Ребятки. Мы подходим к точке. Где-то здесь уже вот прям... Ух ты! Кто-то стреляет. А то свои. О! Мы пришли. Мы пришли. Да! Да! Сейчас мы... Успокоим местную... Местную охрану. Которая охраняет здесь точку. Местных вот этих вот... Полумутантов, полулюдей. Я думаю, что... Они, наверное, уже полумутанты. Чем нежели они полулюди. Но опять же, это все неоднозначно. Нужен более глубокий анализ происходящего. У нас, к сожалению, на это нет времени. Поэтому мы поверхностно пройдемся по тому, что здесь происходит. И что мы здесь можем найти? Мы можем здесь найти много чего. Всякого... Всякого, точнее, рода кости, веревки. И... Мы нашли Костю. Костик. Ладно. Отставить. Отставить черный юмор. Доставай прям мрак. О, смотри. Пришел здоровый мужик. И... Он нифига не загорелся. Я его сейчас постараюсь быстро забить. Потому что в противном случае он забьет меня. Это будет неприкольно. Так, есть. Есть. Мы его забили. Мы его забили. Мы его победили. Мы его убили. Так. И здесь есть еще... Здесь есть еще мотоцикл. Смотрите. Или... Как это называется? Моноколесо. Или как это? Круто. Это очень интересно. Это очень прикольно. Тем временем, пока мы развлекались и катались, нужно будет все-таки обратить внимание на то, зачем мы сюда пришли. И первоцепенная задача – это точка, которую нам показывало, значит, наше устройство. И вот здесь вот, мне кажется, нам нужно приступить к выкапыванию. К выкапыванию, собственно... Да что ты не хочешь копать? Того места, куда нам нужно попасть. И пошли. Легкой, непринужденной, свободой. Как он это все делает одной рукой? Вообще страшно, на самом деле. Невиданная сила кроется в этом парне. Я бы охерел одной рукой это копать. Давайте, может быть, уберем GPS-ник из рук и попробуем... Нет, смотри, он все равно продолжает одной рукой копать. Нет, давайте уберем теперь фонарь. Во, теперь двумя руками. Я думаю, двумя руками он намного больше сможет брать земли. А раз он сможет намного больше брать земли, и, соответственно, он намного быстрее сможет раскопать территорию того, что мы раскапываем. Возможно, это бункер. Да, это похоже на крышку бункера. Давайте копнем здесь поглубже, пообширнее, посмотрим, может быть, так нам удастся побыстрее выкопать эту местность. Да, у нас получается. У нас что-то получается. Что-то скоро мы увидим. Итак, я уже что-то вижу. Показалась головка. Шучу, конечно, опять. Грань дозволенного, да. Грань дозволенного. Но что делать, что делать? Так, так. Да что ж такое-то? Выкопаешься ты сегодня или нет? Сколько мы будем еще заниматься вот этим вот Майнкрафтом? Я уже хочу выкопать все это. Здесь выкопали. Кто-то меня бьет. Кто-то меня, чувствую, бьет. Это чтоб неповадно было. Так, открываем крышку. У нас получилось. Мы выкопали. Открываем крышку. Я чувствую, прям, кто-то еще над моей головой кричит. Самый неподходящий момент. Возможно, на меня нападут. Ну, открой ты уже крышку. Что-то вот это вот стоишь там, кряхтишь. Мы открыли крышку. И куда мы попали? Мы попали... Ух ты. Мы попали в какой-то бункер. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Что у нас здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас нужно поесть для начала. Да, нужно понять, что нас ждет. Для этого нужно подкрепиться, поднапиться и тудыцедрыться. Так, у нас есть кости. У нас есть скотч. У нас есть вот эта вот веревка. Сейчас мы просто сделаем круговые движения. И у нас появится костяная броня. Потому что нам броню изрядно подбили. Нам нужно теперь, значит, пополнить наши бронезапасы. Поэтому мы не спеша никуда. Прежде чем отправляться, мы сделаем броню, чтобы куда-то потом отправиться. Чтобы нам было полегче куда-то потом отправляться. Поэтому мы сейчас это все сделаем. Наденем. Вот. Теперь более-менее нам не страшно. Нам более-менее теперь не страшно. Что это такое? Что-то мы подняли. Возьмем, значит, пистолет. В пистолете патронов нет. Поэтому пистолет обратно положим. Возьмем дробовик. И попробуем перезарядить его. В дробовике патроны есть. В дробовике патроны есть. И мы что-то еще нашли. Крепление для дробовика. Но у нас уже есть дробовик с креплением для дробовика. Так. Мясо выбросить, наверное. Да. Нам нужно выбросить мясо, потому что оно сгнило. Его опасно есть. Я не знаю. Ракушки можно еще есть? Давайте попробуем ракушку вскрыть. Но вид у нее, что нельзя есть. Нет, можно. Мы не отравились. Стоило попробовать. Да. Как говорится, стоило попробовать. Да. Берем теперь палку, так как она очень нас сильно здесь выручает. И отправляемся, значит, вперед. Почему вперед? Потому что, ну, назад, сзади мы уже были. Возможно, здесь может проходить где-то короткое замыкание. И нас может уничтожить. Но, судя по тому, что я спустился вниз и нас не уничтожило, значит, сюда можно спускаться в полной безопасности. Спокойно идти по воде. С нами ничего происходить не будет. Что мы видим? Мы видим поворот направо. Есть маленькая комнатка какая-то. Есть маленькая комнатка, в которой что? Есть мясо, какие-то хлопья. Здесь что у нас? Здесь какие-то странные вещи разбросаны по комнате. Журнал какой-то есть. Коробка. Здесь есть стол. Можно попить воды. Прямо из стола. Просто голову. Просто голову засовываешь и пьешь воду прямо отсюда. Так. Дальше идем по комнате. И смотрим, что у нас в этой комнате дальше. Все исследуем, чтобы ничего не пропустить. Так. Следующий стол. На следующем столе есть компьютер. Обнаружен новое местоположение бункер С. Отлично. У нас теперь новая информация. Возможно, у нас теперь будут просто таскать с одного места в другое место. Мы нашли глушитель для пистолета. Мы нашли глушитель для пистолета. И мы нашли еще что-то. Мы еще что-то нашли. Попробуем соединить это все. Слушай, у нас прям получается огромнейший, крутейший пистюган. Мы еще что-то нашли. А, патроны. Мы патроны для пистолета нашли. Теперь мы можем перезарядить пистолет. И у нас теперь... Ёлки-палки. Я думал, короче, это противник подбежал. Скелетообразных заспехов. Так. Да. Здесь можно сделать что-то. Это наша стандартная штука. Для того, чтобы можно было что-то на ней делать. Проверим здесь. Потому что здесь может быть что? Правильно. Здесь. Здесь может быть... Давайте сохранимся на всякий пожарный. А здесь может быть у нас одежда. Как мы понимаем, по прошлому бункеру. Мы в такой бункер заходили. И там были лук. Наконец. Смотрите. Мы нашли композитный лук. Офигеть. Мы нашли композитный лук, который стреляет офигенскими стрелами. Круто. Это очень круто. Прям огонь, я бы сказал. Отлично. Может, здесь что-то еще есть прикольное? Вроде бы нет. Вещей тоже вроде бы. Никаких костюмчиков. Не щупает, не трогает. Ничего не происходит. Хорошо, хорошо. Мы нашли композитный лук. Но, опять же, на этом наше приключение здесь не заканчивается. Приключения у нас продолжаются где? Правильно. В следующем отделении. В следующем отделении. Потому что мы зашли в дверь сразу направо. Но у нас же есть и коридор, который идет прямо. Поэтому давайте посмотрим, что нас ждет там дальше. У нас батареек нету. Это очень печально. Но я думаю, что мы что-то сейчас здесь найдем. Потому что, что правильно? Здесь у нас есть бункер. Бункер с вещами, где мы можем взять какие-то вещи. Я уверен, что здесь должны быть и батарейки. Потому что, как это так? Иметь такой огромный бункер и не иметь никаких батареек. Но здесь почему-то батареек нету. А здесь какое-то окошко, какая-то слизь. Очень все как-то неоднозначно. Ничего интересного мы не нашли. Кроме световых панелей. Но световые панели нам не нужны. Мы уже нашли нужное количество световых панелей. Установили. Все, вроде бы да. Все, ничего нету. Смотрим еще раз. Ничего нету. Ничего особенного. Какие-то журналы их поднять нельзя. Прохода нигде больше нету. Еще раз зайдем в эту комнату. Пройдемся, посмотрим. Здесь, может быть, здесь скрытый какой-то проход. Но здесь нет скрытого никакого прохода. Нет смысла больше находиться в этом бункере. Есть смысл отправиться в тот бункер, который нам сказали С. Который следующий. Который следующий бункер нам следует в него теперь отправиться. Чтобы узнать, что нас теперь там ждет. Слушай, ну, ты же понимаешь, что ты просто в целом копаешь яму. Здесь ничего нет. Ладно, не буду мешать. У каждого человека шиза наступает по-разному. Долгая жизнь на острове в одиночестве. Перестань, тут реально ничего нет. Ты ничего не выкопаешь. Ты просто копаешь снег. Дырка вот, надо было тут выкопать.